Добрый вечер! На телеканале Ника ТВ новости в студии Екатерина Киселёва и в начале выпуска коротко о главных темах. Смертельное ДТП на ошибку водителя унесло жизни троих человек, в том числе семилетнего ребёнка. Интервью или провокация? Федеральные журналисты чуть не сорвали совет по жилью. Миру сказок 50. Калужский ТЮЗ отмечает юбилей. Смертельное ДТП этой ночью в Абонинском районе страшная авария унесла жизни троих человек, в том числе семилетнего мальчика и его отца. Водитель Subaru Legacy, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом. Погибли пассажиры отечественного авто. В автомобиле Subaru пострадали два человека. Предваритель информации. Водитель, 3-989 года рождения, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигаясь в сторону города Москвы, не справился с управлением и совершил выезд на полустречное движение, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 5-й модели, движущегося во встречном направлении. Быть или не быть новым санкциям, Евросоюз готов восстановить атмосферу доверия в отношениях с Россией. Условие одно – выполнение минских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпий. По его словам, на данном этапе необходимо обеспечить выполнение процесса мирного урегулирования, запущенного в Минске, а также уважение всеми странами режима прекращения огня и мирного плана. «Санкции – это не самоцель, и их можно пересмотреть, при условии, что будет ощутимый прогресс в осуществлении плана», – отметил Ромпий. И вот одна из предпосылок. Ополченцы минувшей ночью продолжали отвод военной техники, и украинские силовики не предпринимали ответных шагов, – сообщили РИА Новости в штабе Донецкой Народной Республики. При этом представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил в воскресенье, что речь об отводе украинских силовиков не идет, пока что первый пункт о прекращении огня не выполняется. Позже, во вторник, он заявил, что украинские военные пока не отводят тяжелую технику, но готовят позиции, куда ее можно отвезти. А вот Украина обвиняет Россию в том, что она собирается в прямом смысле ее заморозить. Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк агентству Reuters в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Цитата «Россия хочет нас заморозить. Такова цель. И еще один козырь в российских руках. Кроме военной операции против Украины, у них есть и другая козырная карта – энергетическая. Конечная цель России – организовать новый конфликт на Украине на фоне замерзания страны», – заявил Яценюк. Стройка века на Украине власти страны планируют завершить первый этап работ по проекту «Стена на границе с Россией» 30 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина Украины. Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Киев возведет на границе с Россией, если это потребуется современный мощный комплекс оборонительных сооружений. Позже премьер-министр Арсений Яценюк объявил о начале строительства реальной госграницы с Россией. Проект получил название «Стена». На его реализацию отводится 6 месяцев. Как считают эксперты, обустройство границы с Россией по принципам, применяемым в Израиле, может обойтись Украине в 4 миллиарда долларов и вряд ли уложится в сроки, поставленные политиками. Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен. С 1 января будущего года он составит 5 965 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Сейчас МРОД равен 5 554 рублям. Таким образом, увеличение составит 7,4%. В Калужской области давно действует соглашение о минимальной заработной плате, к которой присоединились все предприятия, организации области. Для всех расчетов, пособий, выплат, которые делаются в размере минимальной заработной платы, используется областная величина. В Калужской области в настоящее время минимальная заработная плата, но в соответствии с соглашением, она составляет величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. В настоящее время это цифра 8 314 рублей. Областной бюджет недосчитался более 100 миллионов рублей. Свою лепту в эти неутешительные подсчеты внесло предприятие из Дзержинского района. Оно задолжало 70 тысяч. Организация занимается удалением и обработкой ТБО. К концу сентября ее руководство пообещало вернуть 25 тысяч рублей, еще 45 тысяч долга по НДФЛ оплатить в октябре. Будем надеяться, что к следующему заседанию у нас будет более оптимистичная информация ваша. Коллеги, спасибо. Следующее заседание у нас, как обычно, в следующую пятницу. Всего доброго. Детей из многодетных семей наделят правом собственности на землю, которую их родителям предоставляет государство. Так, депутаты нашей области предлагают защитить детей от риска остаться с носом. Поправки в земельный кодекс по этому поводу внесены в Госдуму. Включение детей в число собственников предоставляемых земельных участков снизит риск распоряжения ими, в том числе и их продажам. Страховка такого рода нужна. Не все многодетные семьи являются благополучными. Смысл данной законодательной инициативы – это для того, чтобы поддержать права детей, которые находятся в этих многодетных семьях. То есть, получая право на землю, дети получают свою долю в этой земле. И без разрешения родителей, без попечителей продажа этой земли будет запрещена. Таким образом поддерживается и право детей на часть этой земли, которая предоставляется многодетным бесплатно по нашему закону. На отдых калужских детей этим летом потрачено почти 300 миллионов рублей. 177 выделила наша область. Дополнительные из бюджета выделили 5,5 миллионов на отдых детей в Крыму. Финансовую поддержку также оказали родители и спонсоры, благодаря чему 43 тысячи детей смогли набраться сил перед новым учебным годом. В том числе дети категории трудной жизненной ситуации – 20 190 человек. Всеми видами летнего организованного отдыха, по предварительным данным, было охвачено 74 тысячи детей. В том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 37 300 детей. Город хороших дорог. Дорожники уже подводят итоги года. За это время удалось отремонтировать немало транспортных артерий Калуги. Свою оценку дал и наш корреспондент Сергей Коробков. Этот желтый фургон знают многие калужане и уж точно все дорожные строители. Мобильная лаборатория областного министерства как супергерой выявляет нарушителей и дает зеленый свет добросовестным подрядчикам. Попробовав на зубок кусок дорожного полотна, лаборатория в считанные минуты выдает первые результаты. А с недавнего времени у желтого фургона появился белый собрат – комплекс трасса, способный видеть любую дорогу в буквальном смысле насквозь. Специальные датчики и три видеокамеры в доле секунды определяют все параметры дорожного полотна. От ширины и угла уклона до толщины покрытия и возможных внутренних дефектов с точностью до сантиметра. Пошел сразу же отчет точного километража с точностью до одного метра скорость наша. Строится план автомобильной дороги, в данном случае у нас городская улица. Здесь показываются продольные и поперечные уклоны. Немаловажная деталь – и оборудование, и программное обеспечение полностью отечественные – разработка саратовских ученых. В этот раз под пристальный взгляд попали улицы Болотникова, Моторная и Хрустальная, а также дорога в деревне Жилыбино. Представители подрядчиков хоть и волновались, однако в качестве своей работы уверены. По условиям контракта на дорогу, я так понимаю, гарантия 5 лет, да? Да, да, да. Готовы удерживать? Да, 100%. Асфальтовое покрытие, вот, херное, пожалуйста, то есть, тут даже перерасход асфальта, на самом деле, асфальтовое покрытие значительный. Потому что улица, как была, ну, рельеф такой не очень правильный был, поэтому учли все моменты. Жители очень довольны, очень рады. Мы тоже очень рады, что жителям понравилось все, потому что мы старались для них, в прежде всего, в очередь для людей. Довольными остались и представители городской управы. Подрядчики не подвели, работы выполнены даже с опережением сроков. Положительные результаты, потому что толщина слоя соответствует нормативам, прописанным в проекте. Значит, уплотнение нам покажет лаборатория, прошла трасса по улице Хрустальной, тоже положительное заключение. То есть все подрядчики справились с заданием? Справились. Конечно, дорожно-строительные работы закончены еще не все, но уже сейчас можно сказать. С 2014 года Калуга станет известна не только как колыбель космонавтики, но и как город хороших дорог. Сергей Коробков, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Число добровольных пожарных в России приближается к одному миллиону. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Александр Дробышевский. По данным, на 1 сентября в нашей стране создано почти 35 тысяч общественных объединений пожарной охраны. Также он отметил, что глава МЧС Владимир Пучков лично контролирует процесс формирования, подготовки и материально-технического обеспечения добровольных пожарных. В нашей области в таких дружинах состоит около 13 тысяч человек. В их распоряжении почти 400 единиц техники. С начала 2014 года добровольными пожарными принято участие в тушении 138 пожаров в качестве дополнительных сил. Самостоятельно добровольцами потушено 11 пожаров и спасено 7 человек. А также имущество на сумму 65 миллионов 879 тысяч рублей. В том числе на пал травы добровольные пожарные в летний пожароопасный период выезжали 249 раз. Калужан приглашают проверить свое здоровье. На театральной площади все желающие могут бесплатно сдать анализ крови, чтобы проверить уровень сахара. А также анонимно можно узнать о наличии ВИЧ-инфекции. Курильщикам предлагают узнать биологический возраст легких и их загрязненность. Принять участие в акции можно в течение двух дней. Все-таки это напоминание людям, чтобы они контролировали параметры своего здоровья, потому что с этого и начинается наше укрепление здоровья. Вы знаете, я уже который год сюда прихожу, мне очень нравится, потому что девочки очень внимательные, очень, как это, человеколюбивые. Вот, так что с удовольствием прихожу. Ну и, конечно, о своем здоровье надо следить, и потом побеседовать с врачом очень хорошо. Очень благодарны нашему правительству, что такое организовали. Призыв к максимальной объективности. Представители духовенства и журналисты собрались за круглым столом, чтобы обсудить роль СМИ в просвещении. Священники обеспокоены тем, что журналистика в последнее время теряет объективный взгляд на события. Мы получаем информацию и осмысляем информацию глазами и ушами редактора. То есть, что редактор в новостях пустил, каким образом новость была представлена для зрителей. О таком мире, о таком событии, собственно, и слушатель, и читатель узнает. То есть, вот эта объективность, к которому всегда журналистика была призвана, в настоящее время, к сожалению, не везде наблюдается. Диалог оказался конструктивным. Было решено организовать площадку для дискуссий между светскими и религиозными СМИ на базе единого пресс-центра. Привлечь ученых, создать сайты и газеты православной направленности, в том числе в глубинке. Христианские ценности, они вечные. Тут эпохи могут меняться, могут меняться технологии. А ценности любви к ближнему, ценности не убей, не укради, они остаются. Они были, есть и будут всегда в нормальном человеческом обществе. Если же от этих ценностей начнется отход, то, в общем-то, общество распадается. Однако не все журналисты знакомы с законами жанра и этики. Давайте представим ситуацию. Сосед, который просит у вас соль, перед этим выбивает дверь ногой. Наверняка это вызовет не просто недоумение, но шок. Примерно так же попытались получить интервью у главы региона журналисты одного из федеральных каналов, чуть не сорвав региональный совет по жилью. Ворвавшись на заседание, они устроили мини-спектакль. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Добрый день. Телекомпания «Тоя» программа «Контрольный звонок». Фигуристые парни, два оператора и две девицы, следуя сценарию в лучших традициях лихих 90-х, окружают главу региона. И то ли спрашивают, то ли уже зачитывают приговор. Уверяя всех в том, что власть бросила жителей поселка Дугна. Три человека умерли. Скорая туда не приезжает, в поселок. У всех находящихся в кабинете недоумение и шок. Понятно, профессионально сделанная работа. Шоу, этакое рэкет-интервью. В погоне за рейтингом. Мы вас хорошо слышим, не надо кричать. Я погромче, чтобы все слышали. Впрочем, торжество здравого смысла все же наступило. Съемочная группа федерального телеканала, чьим девизом было «Новости. Наша профессия», освободила помещение. Задавать вопросы с пристрастием продолжили возле приемной главы региона. Дорожный замминистра, министр здравоохранения, глава администрации Ферзиковского района. Больше часа столичные телезвезды собирали видеоряд для очередной программы. Мало кто услышал слова помощника губернатора, что глава региона днем ранее встречался с жителями Дугны и дал совершенно конкретные указания. Любыми способами разобранный строителями понтонный мост собрать и транспортное сообщение через АКУ восстановить. Вы можете сами, допустим, организовать сейчас в порядке обслуживания этой дороги или еще как-то собрать на место все эти понтоны, как они были, чтобы не мучить людей? Технически возможно. Возможно. Вот собирайте. Глава Калужского Минздрава Елена Разумеева, ощутив на себе сполна приемы журналистского самбо, зовет к моральным оценкам случившегося. Задача их была создать стрессовую ситуацию. Вообще все это было крайне бесцеремонно, некрасиво и по-хамски. Я считаю, что к профессиональной журналистике это не имеет абсолютно никакого отношения. И считаю, что такие программы, они просто не имеют права на существование. Если они делают шоу, это шоу должно быть профессиональным. Далеко все не профессионально. И, наверное, у журналистов есть какой-то комитет по этике или какое-то сообщество, которое оценит работу своих коллег. Калужский городоначальник, участник заседания жилищного совета и очевидец шумного вторжения не уверен в пользе подобных интервью. Нецивилизованный подход. И люди, которые представляют средства массовой информации, тем более центральный канал нашей страны, не имеют права так себя вести. Как мне это представляется, что это не попытка получить какую-то информацию. Они владели какой-то информацией. Это была попытка как-то дискредитировать, может быть, органы власти Калужской области. Наделали шуму столичные правдоискатели в Калужском интернете. Один из городских сайтов собрал оценки поступка народных контролеров. Наталья Торбенкова, журналист. Хамство даже с благими намерениями не перестает быть хамством. Мальчикам с НТВ захотелось повысить собственный общественно-политический статус за счет унижения других людей. А это уже не относится к теме интервью. Получить исчерпывающий ответ можно и без бандитского налета. Вторят пишущим коллегам и калужские телевизионщики. Задавать, может быть, не совсем приятные вопросы чиновнику можно и нужно, если они обоснованы. Но смотря как это делать. Поэтому методы, по крайней мере, какими пользуются наши коллеги, естественно, для меня неприемлемы. И мои коллеги разделяют эту точку зрения. Наверное, когда речь идет о человеческой беде, помощник просто должен использовать любые средства, пусть даже очень крайние. Вот только переступать через край нельзя. Павел Вепринцев, телекомпания НИКО-ТВ. Свой юбилей Калужский ТЮЗ встретил гостей спектаклем «Золушка». Всего же в репертуаре театра более 30 постановок. Вспомнил в детстве наш корреспондент Александр Комиссаров. Шум, гам, переполох. Но это только до третьего звонка. После него юный зритель превращается во внимательного и благодарного, щедро одаривая аплодисментами любимых артистов. И так уже 50 лет. Меняются актеры, вырастают зрители, но суть остается одна. Это говорит о том, что ТЮЗ, имея свое маленькое помещение, прорастает там, где есть возможность. Сегодня у нас сельский клуб, завтра у нас концертный зал, послезавтра мы едем в Белоруссию, дальше мы едем в Тулу. Все, всегда, где есть место, на которое может встать Калужский ТЮЗ, он там прорастает. За это время, за время, пока вот наш главный режиссер творит в этом театре, через ТЮЗ его посетителями, его зрителями стало почти население Калужской области. Это почти 800 тысяч человек. И сколько прошло через ТЮЗ за все эти 50 лет, мы сказать даже не можем. Лучше всего о любви к театру расскажет сам зритель. Многие калужане выросли на постановках ТЮЗа и теперь приводят сюда своих детей. Билеты тяжело достать. Не получается у нас заранее. Так бы чаще ходили? Чаще ходили бы, да. Мне очень нравится смотреть спектакль. Вы знаете, хочется, чтобы ребенок вообще к прекрасному приобщался. Наш театр ТЮЗ, они вообще, ребята, молодцы, такие прекрасные ставят сказки. Мы ходим с полутора лет. Мне не нравится сюда ходить, каждый день показывать интересные спектакли. А какой самый любимый? Не знаю, мне все нравится. Постановка спектаклей, премьеры и гастроли. Но это еще не все. 20 лет назад ТЮЗ открыл для себя новое сотрудничество. Уже более 20 лет в ТЮЗ проходят православные выставки, посвященные Рождеству Христову, Пасхе Господней. А также проводятся встречи с публицистами, православными знаменитостями, писателями и священнослужителями. Приучать детей к прекрасному – это основная задача театра. И начинается она прямо с порога. Дорогие гостей встречают сказочные персонажи, которые чуть позже со сцены будут рассказывать юным зрителям о добре и зле, о любви и справедливости. Александр Комиссаров, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Современный взгляд на красоту старинного храма. В Музее изобразительных искусств открылась выставка художника Ильи Хрипченко. В своих работах автор восхищается природой родного края и самобытностью русской культуры. Искусство вечных истин. В сюжете Анастасия Юрко. Поездки по старым русским городам – памятники национального зодчества. Через полотна передается любовь к красотам русского края к путешествиям. Так тонко ощущать окружающий мир может только художник. Послужной список Ильи Хрипченко трудно перечислить. Сейчас его картины в Калужском музее и радуют жителей города. На протяжении уже последних нескольких лет мы представляем творчество современных российских художников, которые уже заявили о себе удачами, какими-то значительными свершениями в творческом плане. И, естественно, нам не безинтересно представить это все калужскому зрителю, чтобы они могли ориентироваться в современном изобразительном процессе. Даже если не хочется – нужно. Талантливый человек не должен давать слабинку и обязан много трудиться. Уверен, художники по такому принципу строят свою жизнь. Особое желание творить появляется у стен древних храмов. В этом есть некое какое-то, как бы это сказать, ну я с отроганием смотрю на эти вещи, на архитектуру, как это сделало, руками человек это создавал. Это же произведение. Ну и к разговору о вдохновении это меня вдохновляет, и поэтому я пишу это. Друзья, коллеги и просто любители живописи. У каждого своя цель. Кто-то пришел поддержать художника, а кто-то открыт для себя что-то новое. Наталья – студентка колледжа культуры и искусств. Такие мероприятия она старается не пропускать. Мне нравятся подобные манеры письма, особенно в картинах «Там, где горы». Так как там хорошо, я думаю, взяты большие отношения, когда свет, тень. Это всегда смотрится очень эффектно. К тому же, как-то в живописи самое главное – взять именно такие отношения. Это кажется легко, но на самом деле это очень непросто. Скорее всего, следующим местом, где Илья представит свои работы, станет Псков. Анастасия Юрко, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКА-ТВ. Ну, сейчас пришло время спортивных новостей. Ко мне присоединился Александр Комиссаров. Саша, здравствуй. Какие новости? Ну, сегодня мы не будем говорить о том, что было, а поговорим о том, что предстоит на выходных. Прямо через несколько секунд. В Калуге продолжается волейбольный сезон. Вслед за выступлением на Кубке ЦФО «Аки» и «Юниора», напомню, наши команды заняли первое и третье место, рвутся к наградам и калужские студенты. В спорткомплексе «Вымпел» проходит Кубок ЦФО среди мужских студенческих команд. Помимо хозяев, коллектив которых составлен на базе КГУ. За победу борются волейболисты из Тулы, Иваново, Белгорода и Ельца. Первые два матча калужане выиграли. В субботу в 17 часов они сыграют с туликами. А в воскресенье наши волейболисты выяснят отношения с коллективом из Иваново. В субботу в областном молодежном центре состоится очередной фестиваль спортивных единоборств в Калужской области. С 10 часов зрители смогут увидеть показательные выступления команд региональных федераций. Айкидо, дзюдо, тэквондо, карате, а также представителей военно-спортивного отряда «Витязь». И последнее. Не пропустите. В субботу, 27 сентября, в эфире телекомпании Ника ТВ выйдет свежий 38-й в этом году выпуск программы «Время спорта». Наши корреспонденты расскажут вам о том, кто стал победителем кросса нации 2014 и первенства Калужской области по боксу. Тренер Игорь Шакиров поделится мыслями по поводу шансов волейбольного клуба К в новом сезоне. А Валерия Кузнецова под руководством Далера Исматова в очередной раз проведет тренировку в рубрике «Личный тренер». И это еще далеко не все. Смотрите «Время спорта» в субботу, 27 сентября в 19.35 на телеканале Ника ТВ. И на этом у меня все. Спасибо. Спасибо, Александр. Мы благодарим вас за внимание. Увидимся.